здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова елена и канал женские секреты сегодня хочу сделать обзор обзор своих растений что перезимовала что не перезимовала объем работы просто меня ужасает на выходных сорвала спину и теперь не знаю что делать с этими растениями начну с печальных новостей это вот гортензии которые у меня зимовали в погребе наоборот они почему-то вообще никаких признаков жизни не подают то есть 23 горшка с крупнолистными гортензиями и похоже что толку с них не будет возможно от корня они и отрастут но вот эти стебли которые сохранились деревяшка вроде бы как есть а почки не просыпаются то есть здесь вот почки вообще кое-где от по отваливались может быть отойдут но все-таки придется крупнолистную гортензию либо возить в погреб либо значит делать утепление но я же не могу жить без проблем поэтому я себе проблемы всегда найду эти все сорта у меня сохранились но сохранились в виде молодых черенков которые я брала в зиму домой сейчас у меня они есть новые как бы кустики молодые высадить то я смогу и посмотреть как они цветут но вот эти 23 горшка похоже пойдут вне кондицию но если только отойдут но это в этом году вряд ли они зацветут теперь проблема где их хранить вот те которые хранились в погребе они хорошенькие какие-то я покупала недавно вот эти тоже хранились в погребе наоборот вот здесь на даче здесь новенькие это будлея и кто тут у меня дейция это пробные растения они вообще-то должны жить в грунте но решила попробовать сначала в горшке чубушник это тоже вырастет высадится в грунт а вот розы я показывала у меня роз очень много по выпадала вот здесь стоит целый отряд роз которые надо выносить и куда-то рассаживать и вот где взять место для них я не знаю там несколько новых клематисов и там несколько новых клематисов здесь у меня пополнение 17 сортов гортензий метельчатых они конечно будут уже зимовать здесь на даче никуда они не поедут это молодые саженцы но если бы это было все то было бы нормально но у меня есть еще и прошлогодние и позапрошлогодние еще есть новенькие которые не пересажены и еще есть огромное количество которое еще идет в посылках огуречники я еще вообще ничего не делала там стоят розы наконец-то у нас установилась более-менее приличная погода и можно будет эти розы вынести на улицу но прежде чем их вынести у меня вот здесь есть такая грядочка перед домом опять тепличкой она в полутене клематисы чувствуют себя прекрасно здесь они у меня здесь растут не первый год единственное что нужно их эти горшки таскать это клематисы второй группы обрезки которые сохраняют у меня под покрывалом на этой грядке росла раньше клубника клубники здесь не хватает солнышко не хватает ветра и она здесь постоянно подгнивает в общем и решила я эту грядку всю переработать и накрыть и поставить сюда горшки с молодыми розами вместо тех которые выпали дельфиниумы уже проснулись почистить как положено никогда роза не почищенная не порезанная но я не могу себе отказать в удовольствии вот здесь у меня лежат большие вазоны петуния дома перерастает нужно ее срочно уже вывозить высаживать и у отчебучила я вот такое вот себе проблему вот там вдалеке стоял забор я потом ближе подойду и покажу и этот забор не давал мне покоя потому что он был такой страшный старенький я решила этот забор снести и натянуть сетку под клематис и потому что забор сильно за затеняет в общем было у нас две зоны одна была зона вот как для тут палисадничек тут клубничка там не готова еще грядка там виноград там малина смородина в общем тут более-менее такие растения там значит картошка тут другая тепличка и нигде ничего еще толком то не делано вот это старая клубника которую буду выдергивать не понравился мне сорт купчиха не пошел тут мои подзимние посевы там пионы еще не чищены вот здесь огуречник еще не разобранный потому что здесь здесь лежали кашпо я сюда ставлю дуги это такая высокая грядка сюда ставлю дуги высаживаю огурцы и посмотрите раньше у нас было как бы два участка один здесь а второй там и теперь они объединились это кажется что простор у нас неимоверный было восемь около девяти соток здесь потом мы до оформили вот тот пролесочек потому что он около дороги и там в основном стояли машины скидывали мусор и в общем этот участок мы до оформили и объединили и теперь у нас получается где-то около тринадцати соток которые мне нужно обрабатывать муж занимается только картошкой и строительством все остальное на моих плечах вот такой старый страшный забор тут кусок остался потому что там стоит вагончик его я буду декорировать а вот здесь у меня была тень и вот этот забор длился туда до самого конца то есть вот эти двадцать с лишним метров забора мы разобрали выходные и я их в одни руки вытаскала теперь не чувствую ни ног ни спины и второй день лентяйничать потому что не могу не согнуться не разогнуться работы сами видите непочатый край здесь у меня клумба здесь пионы здесь нарциссы здесь примула это все как бы не трудоемкая но сюда же я подставляла климатис и вот здесь теперь стало видно мои розы которые у меня не перезимовали видите какое количество роз выпадов тут с краю только несколько сортов гортензий молодых которые пришли недавно и порядка 30 роз пойдут на выброс но зато теперь здесь не теневая сторона а здесь теперь простор вот это все надо теперь сравнивать она в смысле уровень выравнивать сюда можно посадить пионы сюда можно посадить какие-то допустим канадские розы дельфиниумы тут будет им место достаточно солнышко а вот там под забор я посажу хосты и аквилегии которые любят тень и влагу ну теперь мне весь этот участок нужно чистить копать выравнивать и в общем приводить в порядок потому что теперь это больше похоже на на свалку нежели на красивое какое-то место для посадки цветов и здесь у меня стояли раньше горшки с гортензиями но сейчас сейчас деревья листья распустятся здесь будет полутень поэтому гортензиям здесь будет принципе комфортно тут у меня удачные и неудачные сохраняла какие-то черенки что-то укоренилась что-то не укоренилась это надо все разбирать сортировать это укрытие но вот гортензии которые меня зимовали малыши все приходят в себя здесь ванилла фрайс и ред вимс только-только выглянуло солнышко они вот все прямо оживают дельфиниумы пошли в рост это вот недавно купленные азалии а здесь сейчас солнышко ну буквально через несколько дней как только распустятся листья на деревьях здесь будет получил я вот между этими столбиками натянуть тросик или веревку и повесить сетку и поставить горшки с клематисами они у меня тут раньше стояли но под забором им темновато сейчас если повесить сетку они будут как бы разделять границу зоны огородной и зоны моего садика и в то же время будет будет как бы и место для клематисов и две зоны но здесь порядок порядке наводить надо самое обидное что столбы покосились их надо выравнивать мне самой конечно это не под силу загнать сюда технику нереально потому что сами видите там какие буераки никакая техника сюда не пройдет потому что мне все передают буду ждать пока у меня супруг когда-нибудь согласиться мне помочь вот тут у меня стоят колышки отмеченные банками это там где у меня что-то растет пока мы спиливали забор чтобы ничего не затоптать но у меня есть уже готовые пионы которые сюда можно высадить у меня есть другие растения то есть просто саму грядку нужно облагородить это все время и это все силы уж затеял строительство раньше я вот сюда на площадку выставляла свои розы в горшках в красивых и все это выглядело вполне прилично ну вот ему захотелось сделать к домику пристройку в общем эта площадка на солнышке и в безветренном месте где росли у меня розы теперь мне не принадлежит и куда-то надо эти розы теперь ставить если бы я знала что он затеет стройку у меня прям как по сердцу ножом то я бы розы не забыл выставлять горшки с розами сюда ставила вдоль домика мешают ходить все ворчат что узкий проход заставленный ну вот решила грядку из-под клубники теперь приспособить под розы и у меня теперь дилемма высаживать их в землю или оставить в горшках потому что в земле они подмерзают но в горшках в этом году у меня тоже вышла неудача думаю если уже замерзнут то пусть земля может быть я их как-то укрою вот здесь раньше рос куст розы чайно-гибридной и он постоянно подмерзал но мы теплицу чистили и снег всегда сюда сваливали то есть мы ее еще и ломали в общем я эту розу пересадила в горшок и вместо нее посадила пион пиону не нужно прямого там много солнца ну днем она есть но не такое яркое для пиона это нормально но самое главное что если зимой здесь лежит сугроб и не надо ничего укрывать то есть для пиона это подходящее место вот поэтому пионы конечно у меня всегда в приоритете за ними уход самый такой минимальный посадил подкормил и они растут единственное что они отцветают очень быстро но в смысле где-то цветут рано у нас цветут поздно там белым спонбондом накрыты грядки клубники еще даже не заглядывала в них не знаю что там творится вот здесь ряд ремонтантная малина и и я осенью скосили мы под под ноль потому что все равно подмерзает и делать двойную работу вот у меня еще есть такой план думаю может быть не все-таки малинник отсюда убрать и посадить сюда клематисы тут уже сделаны шпалеры было бы вообще великолепно вот теперь подумывая может быть малину туда перенести вместо забора оклематисы вот сюда в общем планы планы и не знаю за сегодня гортензии метельчатые которые были получены недавно оставляла их дома думаю пусть они маленечко подрастут возьму с них черенок но вот эти еще более-менее а вот эти пришли попозже им жарко и они вот прям черенок конечно здесь не нехороший они такие хрупенькие худенькие и я так думаю что он будет их плохо укореняться ну и выход будет небольшой и долгий поэтому вот с хорошего черенка вот такого жирного укоренение проходит две недели и потом их можно ну две ну три недели максимум и потом их можно пересаживать а вот с такого худенького черенка если даже что-то и укоренится то месяц в общем теряем поэтому привезла решила их высадить но тут здесь шесть штук и здесь пять штук то есть еще 11 5 литровых горшков куда-то надо поставить это тут еще климатисы которые дома проращивала вот решила пересадить пятерочки пусть черенок подрастет и через пару недель можно будет брать хороший жирный черенок который быстрее укоренится и быстрее пойдет в рост это все здесь у меня шурум-бурум это тут перегной доски для стройки везде все в разброс здесь пионы выходят те которые были не высажены вот розы несколько роз которые у меня есть надежда что они отойдут корни собственные это надежды мало вот это вот может быть а вот эти вот если только отойдут от корня то есть все это выглядит весьма печально жалко вот если что тогда буду уже больше пионов высаживать чем роз здесь у меня еще роза почва покровная даже не открыла забыла про нее лапчатка тоже перезимовала еще не открывала ну вот это я уже показывала вот это вот все розы которые у меня почернели зимой и все это пойдет на выброс это надо обрабатывать перерабатывать и пересаживать так и вот тут остались горшки с маленькими гортензиями это лаймлайт поларби каннабель ну неважно в принципе сорта ванилла фрайс вот с них я все это потихонечку черенки беру какие-то брала в зиму домой но у меня не все черенки перезимовали а вот тут в больших горшках это стоят гортензии которые живут у меня давно то есть это как бы маточные кусты которые уже некоторые цвели некоторые не успели и вот в колесах у меня здесь были разводочные грядки для клубники я занималась рассадой клубники в этом году сказала не хочу устала это все время на четвереньках это постоянные люди в общем ну хочется уже как-то навести наконец-то порядок и немножечко отдохнуть и колеса у меня сделаны вот таким образом что постели на пленка чтобы не прорастали сорняки снизу и насыпан грунт хочу я эти колеса освободить вытащить оттуда вот эту пленку насыпать нормальный грунт и посадить в них гортензии торф кислый я уже заказала здесь всегда полутень вот получается тут сколько десять колес и 6 колес здесь то есть 16 гортензии можно высадить в грунт но вот стала рассматривать здесь у меня был неудачный эксперимент по выращиванию клюквы кто смотрела года три или четыре назад я заказала несколько сортов садовые клюквы и высаживала сюда здесь сейчас уже все это заросло супруга мне привез с болота мох спагнум все это мы заполнили мхом высадили клюкву первый сезон я ее упорно поливала ей нужно и влагу и солнце на солнце пересыхает быстро но стоило нам один раз съездить в отпуск на две недели и как раз была жара в общем клюкве пришло капут но сегодня я увидела что у меня вот в двух колесах клюква то живая это вот сорт стивенс и вот они все костики живые я про нее уже как бы и забыла и забросила хотела вместо нее посадить гортензии и вот здесь один сорт я даже не знаю какой этот сорт посмотрите тут и ягодки то оказывается были я про них в общем я забросила это дело ну клюкву я куда-нибудь переселю но сюда посажу гортензии потому что теперь это все как единый участок и мне вот это вот безобразие все не нравится я вот сейчас залезла в этот свой овраг в общем кроме тех у меня еще 23 гортензии вот 13 больших тут маленькие еще в теплице 17 еще в коробке 11 и еще прийти должны 10 и куда-то же их надо рассаживать вот теперь ломаю голову я конечно особо не переживаю потому что часто пишут что гортензии приходят пересортом поэтому у меня есть такой план что я посмотрю как они цветут если будут дублирующие то конечно часть из них я продам мне 50 гортензий просто даже там наверное не 50 наверно даже больше получается я сейчас уже не считала сбилась со счета но я не думаю что столько сортов разных можно купить вот кстати хотела спросить кто занимается гортензиями кто может быть мне подскажет хотела заказать себе еще гортензию мася и на одном сайте наткнулась на информацию но посмотрела думаю картинка как бы мне знакомая почему-то и на одном сайте наткнулась на информацию что мася и сибила это один и тот же сорт а сибила у меня уже есть слава богу что я увидела эту информацию вовремя такая же точно история у меня получилось с гортензией где-то у меня здесь самарская лидия есть я ее покупала в прошлом году она была такая небольшая а вот она небольшая самарская лидия и в этом сезоне я заказала еще две гортензии две молоденьких гортензии которые называются фрамбозине ветка что-то подсохла вот их надо срочно пересадить грунт в день не сухой но дома им жарко и также на сайте по моему горшинки нашла информацию что гортензия фрамбозине и самарская лидия это один и тот же сорт просто самарская лидия это российское название о фрамбозине это международное название и вот она уже ее бы хотела почеренковать но она вот тут уже у меня набирает бутоны поэтому я их высажу посмотрю цветение и посмотрю цветение этих и посмотрю цветение той если они сорту соответствуют и все три будут одинаковые конечно две у меня уйдут покупателям потому что три одинаковых гортензии при таком количестве изобилие сортов мне просто не нужно но вот о самарской лидии есть примета такая что у нее вот эти стволики красненькие а вот здесь я такой вот красноты большой не вижу посмотрю еще саму самарскую лидию в общем это нужно хотя бы один сезон дать им порасти вот и теперь у меня возник закономерный вопрос вполне возможно что среди тех гортензии которые я пона покупала ну мало того что там может быть пересорт и еще вполне возможно есть сорта которые я не знаю что это один и тот же сорт покупала под разными названиями потому что ну это как бы рекламный ход может быть еще вот среди крупнолистных тоже есть и red hot есть огненная красота и есть огненная красавица по моему тоже покупала в трех разных местах по факту выяснилось что это сорт один и тот же и ни один из них не успел у меня в том году зацвести то есть сравнивать не с чем вот magic fire у него тоже по моему есть еще какое-то другое название не знаю точно но в любом случае придется подождать сезон посмотреть кто как зацветет будут ли они соответствовать сорту и потом уже черенки на реализацию конечно черенки я укореняю но подписываю их именно так как вот подписано маточное растение если у меня растения маточные заказаны не в одном экземпляре а в двух или трех с разных допустим питомников то я их или под цифрками обозначаю или пишу что это вот с горшинки это с русского огорода ну то есть чтобы потом можно было различить от какого маточника какие взяты через гортензий очень много вот когда на сайтах смотришь картинки вроде бы такая уже есть смотришь название незнакомое во всей видимости но разные производители разные торговые марки картинки одни и те же описание одно и то же а название гортензии разное или она на самом деле так называется в двух вариантах или это просто производители ну недобросовестные продавцы так скажем продают еще есть часть гортензии которые я заказывала на вал борисе там вообще надежды особой нет на то что будет соответствие сорту ну посмотрю гортензии по моему там мало заказывал больше заказывала там гибискусов гибискусы на продажу у меня пока не идут поэтому я как бы за это не переживаю а гортензии начинаю размножать вот с получения черенков очень много времени уходит на маркировку поэтому если у вас есть информация какие сорта еще имеют двойные названия это касается и метельчатых и крупнолистных гортензий пожалуйста напишите в комментариях какие сорта имеют двойное или тройное название я буду ориентироваться что у меня из этих двух или трех кустов нужно оставить себе только один но с климатисами здесь тоже не все так просто часто приходит пересорт они конечно все красивые но я не удивлюсь если из всех вновь полученных получится по два или по три одинаковых тоже два или три одинаковых мне как бы куста не надо у меня маленькая клумбочка такая импровизированная потому что здесь деревья их жалко пилить сюда подсаживаю питунью и однолетники так чтобы при входе здесь было более-менее нарядно и не любоваться на эти доски тут у меня розы которые морозостойкие они еще пока просыпаются и здесь у меня пошел фруктовый сад вот такая арка здесь 4 клематиса клематиса 3 группы обрезки тоже хочу их высадить в грунт уже нет сил таскать столько горшков но жду на стройку эти доски израсходует и буду потихонечку все высаживать в грунт потому что невыносимо все это таскать спину жалко вот эти розы плетистые они у меня в том году не цвели позапрошлом году не цвели вот посмотрю если в этом году они также себя поведут я их просто выброшу гибискусы перезимовали виноград так жимовость вот зацветает уже здесь у меня значит абрикос колоновидный мучается уже лет пять он как бы живой даже цвел разочек ну в общем толку я с него не видела колоновидные яблони покупала даже не высадила вот в горшках хотела в такие же посадить это вот со своей яблоньки вот она если она растет то она растет не привита это просто укорененный черенок а вот колоновидные груши видите она отмерзает потом отрастает потом опять где то есть почки где то нет вот это уже похоже дичка пошла там от прививки в общем с колоновидным садом я наверное все таки закруглюсь мне это уже надоело устала лучше буду ставить гортензии вот это черенок который привиты а вот это пошла дичка то есть получается в два ствола ее нужно убирать колоновидные яблони вот здесь вроде бы как плодушки посмотрю как они себя поведут если что яблоньки оставлю вот тоже душа макушка опять подмерзла вот здесь ветка живая вот здесь живая а макушка как-то подопрела если их оставлять открытые то они отмерзают вот по самую прививку пробовала неоднократно испортила кучу саженцев перевела кучу времени а вот черешня ну хотя она была заявлена как колоновидная но она совсем не колоновидная но вот она будет цвести в том году она цвела но у нее не было ягод потому что не было опылителя сейчас у них два сорта так где вот еще до черешня колоновидная тоже за заявлено вот эти бубышки это будут цветочные почки так это уже что-то по моему это яблонька ее надо высадить просто в грунт вот это по моему в общем кое-где уже даже не помню пока не посмотрю этикетки но вот груши как-то не задались вот эта груша была колоновидная богатырь вот сначала она была похожа на богатырь теперь уже не похоже это еще один абрикос но он по моему уже переродился алычу а сливок алана видно сейчас на на говорю вот даже не узнаю слива цвела у меня в том году одна вот хочу попробовать высадить их в открытый грунт так это тоже по моему груша была страшненькая страшненькая и похоже толку с нее не будет это вот груша тоже сплошное безобразие так это у нас кто кто-то колоновидный это наверное слива в общем здесь пока вот сразу вижу по стволу что груша ну вот куда не нравится мне это делом яблоньки еще ничего груша безобразные но яблоня она как бы колоновидные они и выведены сорт на сорта привиты с грушей это все тяжелее есть еще три сливы они вроде бы ничего нормально себя чувствует так тут у меня еще куча гибискусов которые нужно куда-то расставить вот это со своей яблоней я пересаживала отсаживала укореняла стволик вот она растет в грунте и зимует конечно макушку обломили но в принципе ее надо подрезать здесь гибискусы которые сеяла из семян не знаю отойдут они или нет травянистые они или не травянистые это покажет время вот теперь приглядываю этот овраг потому что ставить некуда вот здесь у меня овражек бесхозный и вот здесь есть такой участок хотелось сюда вот эти сливы высадить теперь думаю может быть горшки с гортензиями поставить сюда все-таки такой объем надо куда-то расставлять ним же нужно место а вот этот прикуп который я делала не прикупа укрытие для гортензий в общем придется наверное покупать пеноплекс и все это обшивать но везти в погреб мне просто некуда нет погреба а снимать ячейку ради того чтобы хранить гортензии конечно это очень дорого вот здесь у меня молодые клематисы там еще целый отряд клематисов стоит в теплице еще в домике я вам не показывал в общем работы вот этот участок мне муж не дает я бы сюда расставила все он сказал здесь будут доски поэтому здесь как по тоже неплохая такая территория можно и клематисы поставить и гортензии ну туда вот поставлю здесь атакатные ворота то есть вот считай где-то метров пять эту территорию ничем занимать нельзя потому что тут ворота гуляют грунт я тоже никуда деть не могу где-то должны быть и хозяйственные какие-то вещи не знаю куда буду расставлять просто голова идет кругом но то что мне нравится это теперь огромная такая общая территория даже если там будут расти клематисы и плевать я хотела на кривые столбы хочу я на них сделать навесы и повесить фуксии потому что раньше у меня на теплице были крюки подвесы весны и кашпо на огуречники были а теперь все это поснимали теперь теплицу накрыли пленкой навесы не вешаем забор тот тоже где у меня висели кашпо у меня теперь его отняли и куда-то нужно подвесные хочу сделать вот там фуксии фуксии бы прекрасно чувствовали себя вот здесь в полутени но здесь будет полная тень и вот в прошлом сезоне вот такая вот у меня задумка там тоже столбик просто в него воткнутый брусок и на брусок прикрученные подвесы вполне нормально ну конечно если столбик кривой то и подвесы будут криво висеть но за во всяком случае будет куда повесить кашпо когда все зазеленеет там мы особо и не видно будет ровный столбик неровный вот у меня целая куча столбиков освободилась и хочу я туда воткнуть бруски и сделать по четыре подвеса на разные стороны и будет нормально выглядеть понятно что они кривенькие может быть их зеленый цвет покрасить чтобы они так не бросались в глаза сейчас все зазеленеет и никто не обратит внимание что они кривые зато у меня будут висеть подвесы с фуксиями и питуньями остались у меня несколько подвесов только на бане и в принципе и все больше некуда вешать подвесных кашпо у меня очень много и питунья очень много так вот это мои гортензии которые дубли это то что зимовали дома потом в погребе это крупнолесные на замену тем которые у меня выпали это все стоит пока в дачном домике потому что было минус то есть здесь в основном дубли вот немножко новых флоксов которые пришли и несколько клематисов остальное гортензии их тоже куда-то надо расставлять они уже просыпаются буду их выходные привезу сына пусть мне помогает все это выносить потому что я одна просто с ума сойду вот приехала построить планы куда что я буду размещать вот у меня получился долгий долгий обзор работы немерено спина не разгибается кто и когда все это будет делать я даже не знаю но если грядка заброшенная она ее можно заставить там покопать сына или как-нибудь принудительно мужа то с виноградом и с цветами я конечно никому эту работу не доверю малину тоже можно кого-нибудь припахать постригать потому что кушать малину кушают все а ухаживать за ней не хочет никто то же самое и про клубнику могу сказать было у меня клубники очень много часть из нее убрала потому что обрабатывать ее очень трудоемко открою покажу про клубнику отдельно как она перезимовала это у меня эксперимент на высоких грядках у меня была вот там еще клубника вот там была клубника вот там в колесах росли как их сказать то господи у кореняшки то что на продажу осенью ничего не ставила не успела чисто физически этой осенью у меня тоже будет занята дочка поступать поедет надо будет провожать поэтому она осень я особо не рассчитываю все что летом успею сделать то успею ну конечно не про какой отпуск речи быть не может все лето буду стоять здесь к верху к верху спиной все это надо таскать все это надо приводить в порядок но если пересаживать можно где-то пристроиться сидя то таскать горшки это конечно трудоемко нанять никого не могу пыталась я как-то на авито найти рабочих на такие временные работы трудоемкие в прошлом сезоне посмотрела они просят 500 800 рублей за час работы и какие придут работники еще большой большой вопрос такие деньжище конечно я им предложить не могу учитывая то что я на пенсии ну уж конечно работает на дочке надо поступать как я не могу все деньги отдать рабочим чтобы они мне приводили в порядок участок по мере своих сил буду делать сама ну сына попрошу помочь то что и в его силах пусть мне таскает нож при принести унести и полить это конечно его работа а вот по поводу пересадки это конечно все будет моё на моей спине на моем горбу на моих руках не знаю выживу ли я до осени или не выживу всем удачи жду вас на своем канале снова сейчас конечно все это некрасиво по мере обработки по мере роста буду все это показывать буду вывозить на днях уже у кореняшки гортензии сюда у меня есть и крупнолистные есть и метельчатые уже укорененные теперь уже их можно на свободу выставить только вот надо где-то подготовить место в прошлом году там под малиной ставила было несколько коробок сейчас этих коробок стало в десять раз больше никуда расставлять пока не знаю всем удачи мирного неба над головой хорошего весеннего настроения хорошей погоды позитива и здоровья много много здоровья с вами была елена и канал женские секреты